Так, обзисты, к вам, где-то, какого дня Паразо, это очередная наша встреча. Да. Вы огорчили Одессу один раз в течение этого сезона. Выпредел из Союз Кубка Украины. И сегодня были близки к тому, чтобы огорчить команду еще раз. Это какой-то особый настрой именно на Одессу? Или есть какие-то еще другие факторы, которые позволяют вашей команде играть на этой площадке настолько успешно? Да нет. Особого настроя я всегда стараюсь игроков настраивать на любой матч. В принципе, предельно зло, сконцентрировано. И то, что Одесса нас перед Новым годом в чемпионате вынесла в одни вороты, это самое большое поражение в этом году. Ну, не считая позавчерашнего поражения от Южного, но в том составе, который был с Легенером, это самое большое поражение в этом сезоне было у нас от Одессы. Это первая игра чемпионата, которая была гостевая для Одессы, для нас домашняя. А кубок, так получилось, что два раза мы выиграли в кубке и два раза проиграли Одессу в чемпионате. Жаль, очень жаль, потому что очень жаль то, что сейчас вообще происходит в стране. И то, что приходится вот так вот нам доигрывать немного. Очень сложно игроков отвлекать от этих событий каких-то, которые там происходят. Но, скажем так, сегодня первый тайм. Да, ребята половина неопытные, половина уже вышла сдавшись. Приходится заводиться, заводить их, кричать там, скажем так. Немного не хватает этого профессионализма, немного не хватает этого опыта, который должен присутствовать в любой команде. Да, то есть это они наработают со временем. Вот, а на Одессу второй тайм просто обострили немного. Алексей Севастянов сегодня выпал, где-то перегорел, потому что вы видели, его просто съели прессингом, он стушевался, не было обострений. Вот, и Вадим вышел сегодня, получили обострение, получили движение мяча. Вот, не стали, перестали играть один в один. Пошел мяч, пошли трехочковые броски. То есть, когда это доигранный мяч, он сам залетает в кольцо. И так получилось, что сделали мой отличный камбэк. И концовку подарили для болельщиков Одессы. Захват очень, как уже Одесса начала переживать по поводу финального счета. В концовке очень громко прозвучало обращение в Ашар Трус. Кому оно было адресовано? Это было обращение к Адыгробу. Ну, вы помните, при минус трех, при минус тречка. Обострение, передача на периметр. Кадыгроб остается на доле секунды свободен. Он не бросает, хотя он отличный снайпер, у него отличная кисть. И все, что самое лучшее, что он умеет делать в баскетболе, это поражать кольцо с дальней дистанцией. Но он побоялся. Хотя я ему все время говорю, ты не можешь бояться. Да, можешь промазать, но это откладется в твою копилку, как опытного игрока. Ты в следующий раз подумаешь, где ты дернул кистью, где ты, наоборот, дрогнул локоть или не выпрыгнул, не доработал ногами. Но как снайпер, как игрок, ты должен брать, не бояться брать. Даже то, что ты молодой игрок, это не означает, что ты должен бояться брать в концовке на себя ответственность. И в таймауте перед этим, то есть эта комбинация была после таймаута, было сказано ему. Но дальше, что он сделал, потом он пошел в проход. Хорошо. И он побоялся Агафонова, который, да, крупнее его, выше его, который своим мощным телом закрыл ему солнце. И он, бедненький, сжался, кинул какое-то несуразное, что-то такое дерганное в сторону кольца. И, к сожалению, интрига умерла уже в этом матче. То есть потом мы уже приведили тактику Фалуф. Подеситы не дрогнули. И вы видели прекрасно, что мы закончили минус пять. Поэтому я и сказал ему, что трус, но я ему всегда это объясняю, что ты можешь обижаться, можешь не обижаться, но давай подумаем вместе. Ты мог сделать этот бросок? Если ты говоришь, что нет, тогда мы смотрим по-другому. Тогда ты красавец, просто тренеру и болельщикам видно было по-другому эту ситуацию. Мы возьмем видео, посмотрим, в какой момент он может. И как он должен был сыграть тогда? Он должен был принести очки в этой атаке. Хотя бы два очка, но должен был принести. Поэтому я сказал ему, что он трус. Но это так. Какова ваша мотивация и цель в конце этого сезона? Моя личная или команда в целом? Ваша личная или командная пустота? Моя личная. Я хочу, чтобы новые ребята, которые пришли, чтобы они почувствовали, что такое баскетбол этого уровня, уровня Суперлиги. Для них это то, о чем они мечтали, наверное, всю жизнь. И даже не представляли, что так получится. По поводу Аникиенко, Кадыгроба, Дзюбы. Я хочу, чтобы, как я и сказал, когда уже начали уезжать легионеры, когда начались проблемы, я хочу, чтобы они... Я им все время это говорю, что это возможность для вас стать игроками. Это возможность у вас забрать те лидерские качества у Зубрицкого, у Кривцова, у Моцейны. У Моцейна у нас сейчас тоже уже покинул нас, но на тот момент был. Показать, что вы что-то стоите. Показать другим командам, которые имеют более богатые бюджеты, что вы можете решать какие-то вопросы. Что вы можете не сидеть просто на скамейке и радоваться тому, что я в Суперлиге. Я в команде Суперлиги. Что вы можете сказать о том, что, ребята, я могу решать какие-то вопросы, я могу показывать мужской баскетбол. Не мальчишеский баскетбол, когда бам-бам-бам в точечке, все на точечке стоят и бросают. И контакта боятся, которые зло идут в контакте, даже если судья не увидел или защитник оба в этот, что ты должен устоять на ногах, что ты не должен бояться. Ну, вот как я говорю, что с Кадыгробом. Не бойся, иди забивай туда. Иди в Агафонова. Он уже вылетел, он уже летит в тебя. И ты начинаешь уходить. Ни один судья в жизни не даст фола. Что бы там ни рассказывали. Ни один в жизни. Никогда. Если ты пойдешь в контакт, ты идешь на кольцо, тогда будет фол. Только в этом случае. А у нас, ну, надо работать над этим. Спасибо болельщикам Одессы. Спасибо, Одесса. Всего хорошего.